здравствуйте меня зовут юлия сегодня сделаю небольшой обзор на кисточки real техникс который называется выбор никола или никс пикс вот так выглядит упаковка я покупала эти кисти на сайте айхер . ком стоят они там 30 долларов сейчас конечно цена на них пересчете на рублей очень немаленькая но тем не менее кисточки мне понравились расскажу подробнее о каждой из них я сегодня без макияжа параллельно с обзором каждой кисточки буду наносить на лицо макияж в состав входит 5 кистей 3 кисточки для глаз 2 кисточки для лица давайте начнем вот с такой кисти которая называется chic brush то есть кисточка для щечек она достаточно упругая плотная хотя определенное движение вот эти волоски имеют но тем не менее если вы соберетесь наносить этой кисточкой какие-то продукты на лицо то нужно иметь виду что нанесение будет очень плотная она больше подойдет для каких-то не сильно пигментированных продуктов может быть для румян каких-то прозрачных достаточно если будете наносить этой кисточкой румяна пигментированные то они будут ложиться пятном если вы захотите этой кисточкой тут же растушевать румяна то она будет двигать тональную основу под этими румянами поэтому для меня эта кисть не работает в качестве кисти для румян или для хайлайтера или для бронзера я ее использую для нанесения тональной основы она очень хорошо для этого подходит у нее хорошее сочетание именно упругости и пушистости если ее сравнивать с кисточкой который называется эксперт фейс браш то есть кисть для тональной основы которая у них продается отдельно и выглядят вот так эта кисть более плотная более упругая и вот эта кисть для тональной основы мне нравится гораздо больше и сейчас пользуюсь именно ей и вот эту предыдущую кисточку я пока отложила но она конечно хорошая но вот это мне нравится намного больше дизайн кистей тоже кстати очень понравился серебряная ручка очень красивые кисточки эти понравились гораздо больше чем все вот эти остальные цветные и так теперь наношу тональную основу буду использовать вот такую от estee lauder она называется invisible fluid makeup меня цвет pure beige 2 по моему он в линейке не самый светлый эту тональную основу лучше наносить на какую-то одну область растушевывать потом на другую часть наносить потому что она достаточно быстро усаживается на лице пудровый финиш мне эта тональная основа сама по себе не очень нравится я предпочитаю ее запудривать сверху минеральной пудрой потому что покрытие конечно этой тональной основы минимальная может быть подойдет больше на лето даже нанесу еще немного я этой тональной основы еще не так много пользовалась недавно купила ее магазине летуаль финиш у нее очень хорошие она полностью впитывается высыхает на лице содержит светоотражающие частички тон кожи конечно выравнивает но покрытие большого не дает наверное самая любимая моя кисточка из этого набора наверное можно сказать что весь набор я заказывала именно из-за нее потому что сразу понравилась вот эта форма пользуюсь ей с удовольствием и буду пользоваться и дальше далее перейдем к наверное кисточкам для глаз теперь вот такая кисть которая называется base shadow то есть это кисточка для теней она не эксклюзивная для этого набора если вот эта кисточка для румян она была эксклюзивной в этом наборе то вот такая же кисть которая называется base shadow была в их наборчики для глаз чисто визуально они слегка отличаются друг от друга вот эта новая кисточка она какая-то более чуть-чуть толстенькая вот это более тоненькая и наверное можно в таком ракурсе будет видеть что вот все таки из предыдущего набора кисточка более тонкая но в принципе работают они примерно одинаково очень хорошего качества качества эти кисти их сравнивают с кистями 200 с 217 кисточкой от маг извините я наверное нанесу на все века вот такую тенюшку однушку от white and wild цвет называется нари я ее перенесла в палетку самодельную из оригинальной упаковки очень хороший цвет замечательно работает самостоятельно можно даже не добавлять никаких других цветов очень пигментированные очень хорошо ложится на века очень многие иностранные блогеры этот цвет хвалят я совершенно не расстроилась что у меня появилась вот такая вторая кисточка можно даже кинуть ее с собой в косметичку очень нравится она очень мягкая очень подвижная и в принципе и можно сделать весь макияж глаз начиная от базового цвета так как здесь кончик заостренный можно нанести этим кончиком и тени складочку и даже поработать с внешним уголком замечательная кисть совершенно не жалею что у меня теперь две таких что же касается второй кисточки которая называется angled shadow brush скошенная кисть для складочки века для нее я как-то особо применение не нашла в своем макияже у меня есть похожая кисть от сигма это номер есть 70 называется medium angled shading brush здесь кисть более пушистая более мягкая более подвижная у сигма чуть чуть более плотная кисточка но опять же я не особо часто ей пользовалась давайте для примера нанесем например вот такой светло розовый цвет от лора мерсье этой кисточкой под бровь она хорошо подойдет для какого-то переходного цвета а вот здесь для растушевки может быть даже больше чем именно для нанесения какого-то цвета в складку потому что она все таки такая достаточно пушистая но претензий по качеству нет просто не мое личное предпочтение кисть хорошая и кстати эксклюзивная для этого набора отдельно ее купить нельзя ни в каких других наборах тоже далее вернемся к кисточкам для лица вот такая кисть которая называется дуа файбер фейс браш то есть это кисть дуа фибра она была представлена в их наборчике кистей вот таких дуа фибровых здесь два типа волосков черные коротенькие и длинные такие белые кисть очень подвижная очень мягкая и я для нее нашла применение в качестве кисти для нанесения метеоритов прежде чем перейдем к нанесению метеоритов я добавлю на лицо немного минеральной пудры просто для большего покрытия так как тональная основа не дает очень сильного покрытия я нанесу немного минеральной пудры опять же использую для этого кисть Real Techniques которая называется Blush Brush одна из любимых моих кистей очень она мне нравится использую ее для пудры, для румяна, для бронзера очень хорошая кисточка очень универсальная так и теперь перейдем к этой кисточке дуофибра почему она очень хорошо подходит именно для метеорита вот эти длинные волоски которые такие достаточно редкие они очень хорошо проникают между шариками хорошо набирают пудру метеоритную а вот эти более короткие темные волоски очень хорошо ее растушевывают на лице очень долго искала я кисточку для метеоритов очень долго искала я кисточку для метеоритов очень жесткие кисти я не люблю а мягкие кисти не всегда хорошо набирают метеоритную пудру эта кисточка мне понравилась подошла для метеоритов просто идеально что касается этой кисти для каких-то пигментированных продуктов для румян для бронзера в принципе можно наносить и ей но все-таки для румян для бронзера я предпочитаю вот эту кисточку blush brush она гораздо лучше наносит бронзер, румяна, хайлайтер вот эту кисть я оставлю исключительно для метеоритов следующая кисть наша это кисть для подводки которая называется eyeliner brush очень маленькая кисточка очень тоненькая я не пользуюсь ей для подводки так как у меня гелевой подводки нет я использую ее для подводки бровей использую вот такой цвет color tattoo от Maybelline который называется permanent taupe очень тоже многие его используют для этих целей вот так она набирает продукт и я нанесу эти тени на брови слегка-слегка потому что тени эти очень пигментированные много их не требуется я думаю, что и гелевую подводку эта кисть будет наносить очень хорошо, так как она очень-очень тоненькая Другая кисть из их набора для глаз была несравнима с этой кистью. Она была очень толстенькая, хотя она была предназначена конкретно для бровей. Она была просто слишком толстая, огромная, и нанести ей на брови какой-то продукт, хоть тени, хоть вот такие кремовые тени, просто не представлялось возможным. Вот здесь же кисть очень тоненькая, очень маленькая, отлично подойдет и для бровей, и для жидкой подводки, вернее гелевой подводки или кремовой подводки. Закончу макияж нанесением бронзовой пудры и румян. Это будет палетка от Эльф. Опять же буду пользоваться кисточкой от Real Techniques, которая называется Blush Brush. Использую ее, как уже сказала, абсолютно для любых пудровых текстур для лица. Она очень хорошо отдает цвет, так что можно сразу после использования бронзовой пудры переходить к нанесению румян. Она не впитывает очень много цвета в себя, поэтому можно наносить один продукт за другим. Пудра, бронза, румяна. Если вас беспокоит тот факт, что продукты между собой смешаются, просто вот таким образом стряхнуть излишки, и кисточка уже практически будет чистая. Касается финального слова. Наборчик очень понравился. Кисти замечательные. Может быть, не всем покажется он экономически выгодным, так как доллар, естественно, возрос в последнее время. Если у вас никаких кистей от Real Techniques нет, то это будет замечательный стартовый набор. Если у вас коллекция кистей Real Techniques большая, например, как у меня, то, конечно, вы уже подумайте, нужны ли вам повторяющиеся кисточки или нет. Но по соотношению цена-качество набор очень хороший. И несмотря даже на то, что сейчас этот набор уже стоит гораздо дороже, я бы его все равно с удовольствием купила. Единственным минусом, наверное, на мой взгляд, является тот факт, что коробка вот эта просто огромная. Она занимает большой объем в посылке. Из-за этого получается, что цена доставки достаточно большая у этого набора. И еще один минус здесь был в том, что внутри была подложка такая пластиковая, просто с ужасным канцерогенным запахом китайской пластмассы. Я ее буквально сразу выбросила. Над упаковкой, конечно, можно было бы поработать чуть лучше, но не будем обращать на нее внимания. Кисточки замечательные, очень понравились. С удовольствием активно пользуюсь практически всеми кистями из этого наборчика. Внизу будет ссылочка на этот набор, который можно купить на сайте iHerb.com. Большое спасибо за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok